уже там не лаванду держать может стоит туда заглянуть с молокуром не хватило бы денег на коня браслет наверняка его обронила одна из них одежда здесь кто-то переодевался обе были здесь значит я иду правильно она хочет показать мне что-то еще а Здесь уже побывали трупоеды, но все равно стоит отвернуть. Здесь уже побывали трупы. Здесь уже побывали трупоеды. Здесь уже побывали трупоеды. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолоконе. Здесь уже побывали трупоеды. 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 Жену и дочь кровавого барона. Здесь уже побывали трупоеды. Он никого не видел, сударь. Это ж ребенок. Привиделось ему. Вот я и хочу узнать, что ему привиделось. Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Тятя привел ночью эту барышню, которая из лекаря. Очень она боялась. Говорила про страшное чудище. И что надо вернуться. Не знаю куда. Тятя с мамой ее успокоили и дали ей новую одежду. Потому что ее сильно истребалось. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Аксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах. У господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их старой смолокурни. Привел коней. Лютый был холод. А темно так, что я на два локтя нечал. Ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились. И отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку. И я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был. Перед барышней Тамарой. Три луны тому назад сын мой лежал в горячке. И мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала. Принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать. Но жена мне сказала. Настал час войны и презрения. Час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить. Потому что кто стоит без дела, тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль вот только госпожу Анну. Не спасли. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще. Словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли. А из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как и с чащи. Выскочило чудище. Огромное, что твой сарай рогатая. И глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало. А саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью. Но на счастье жена ее отговорила. Убедила, что одной ей ничего не сделать. Какие знаки? Ну, такие. Будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. А с тетенькой, Дея. Дея. Надо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, все, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, все, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и скучища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за каких гречей наказали меня боди такой компанией? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, что было слишком поздно Раньше надо было думать Надо было увезти их из этого чертова Велина Все из-за этой сраной дыры Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему У меня есть весть о твоей семье Ты что-то узнал? Пойдем внутрь Холодно тут Есть новости? Твоя дочь в Аксенфурте Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать И теперь заботится о ней Тамара жива и здорова Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе Я не верю словам деревенщины Или кто ей там помогает Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее Никому другому я не поверю Это все, что я могу для тебя сделать Благодарю Вот тебе поощрение Еще вот Держи Это что? Охранная грамота С тех пор, как Реданцы заняли Дельту Понтера Попасть без нее на Новиградские земли очень непросто Так, хорошо А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались Ну ладно, я разобещал Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли Ну чтоб проехалась, кости растрясла А то она долго лежала А девушка-то твоя счастье приносит Мы такого вепри загнали Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек Цири, поди сюда Тебя причитает спорядочный кусок Ну, девка, неплохо ты себя показала Неплохо-то неплохо Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья Значит, оставался только меч И здорово ты им орудуешь Где ты так научилась? В Каэр-Морхене Там школа ведьмаков Туда же только парней берут Для меня сделали исключение Тё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца Я не прошла мутаций Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет Заткнись, Эгрен Никому твои крестцы неинтересны Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет Да и что за удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха, а давай На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне А-а-а, хреново дело Что это ты в лице переменился? Баба испугался? Это моя ложь Состязаться с самим бароном – большая честь Ого, хотел бы я на это посмотреть Я тоже Заметано Но если я выиграю, то возьму твой меч Идет Ну, значит, смотри, сегодня не перепей Поскачем на рассвете Светает Готов? Как никогда Скачем на перегонки до башни По коням Давай, Сири, удиви нас Что, кобылу понравилось? У меня когда-то такая была Быстрее А ну, покажи ей Давай, давай Давай, давай Твой меч почти мой Виктор А не дерушка Ты достойна самого лучшего коня Кобыла твоя Благодарю Что? Нет шанса отыграться Она кричала, как сумасшедшая И все о споре тут же забыли Все бежали, сломя голову Лишь бы шкуру спасти И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет Но то, что вот потом случилось Должен сказать, я много чего в жизни повидал Но вот такого Ого, какой знакомый взгляд А ты быстро учишься Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену Я этим занимаюсь Что-то результатов не видно Я не сразу понял, что они разделились Но не беспокойся, я найду Анну Я вот все думаю Зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит Темерии нет А значит, и предавать нечего Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен Ну и что с того? Ну, перебью этих, тут же придут следующие Черные затопят этот край Это так же верно, как то, что я в жопе дырка Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет Я служил в Темерском войске Отряд мой разбили в самом начале войны А надежды отогнать врага уже не было Ну, мы двинулись на север А по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится Ну и когда дошли до Врониц Под моим началом собралось уж прилично людей И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вроницы просто бросил Как только нильфгард выиграет войну, я титул получу И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца Ты что-нибудь слышал о велинских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки Теревенчане всюду мерещатся Чары, ведьмы, дьяволы И херознает что еще Прощай Прощай Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...